Мы работаем на контрольно-пропускном посту полиции возле Борского моста. Здесь рядом крупный микрорайон, Мещерское озеро. Вместе с сотрудниками полиции мы дежурим здесь уже на протяжении часа. За это время госавтоинспекторы остановили десятки автомобилистов. Большинство нижегородцев, стоит отметить, совершают поездки по работе. Куда едете? По бабушке. Бабушка, где проживали? В Граданском проявлении. Мы же много в пользу, да. Мы в пользу, что в данное время введен режим самоизоляции по территории Нижегородского областа. Вот у меня все есть. Ага, вы даже, значит, уже пользовались. Ну и как оцениваете? Ну, только сегодня первый день скачал. Будем пользоваться. Все, и маска все с собой. Все с собой. Руки моем. Все как положено. Спир, солтубки. Все с собой. Конечно, нужно обязательно соблюдать режим самоизоляции. Находиться дома. Но если вам разрешено двигаться на транспорте, находиться на улице, то тогда нужно обязательно соблюдать правила дорожного движения. Статистика, к сожалению, показывает о том, что, несмотря на то, что количество ДТП практически два раза снизилось, вот количество пьяных осталось на прежнем уровне, даже иногда увеличилось. Так, по статье, с каждой четвертой ДТП за эти дни самоизоляции практически связано с тем, что водители управляли ветерином состоянии, либо пешеходы переходили дорогу в ветерином состоянии. Сотрудники полиции и госавтоинспекции не могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции. Они могут лишь предупредить. Чтобы избежать штрафов, нижегородцы должны оформлять свои выходы из дома официально. Для этого есть портал «Карта жителей Нижегородской области». Если же у вас нет возможности выйти в интернет или установить приложение, вы можете оформить выход из дома, просто позвонив по номеру 112. Это займет не больше минуты. Юлия Калинина, Ренат Бигбаев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова